Только вместе, только дружно, помогать природе нужно! Плоггинг, гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии, появился в Швеции. Это слово обозначает сбор мусора во время пробежки. Плог в переводе со шведского плуг. Вспахать мусорные залежи в лесах Одинцовского городского округа вышли пять команд. В Звенигороде, Лесном городке и сразу три в Одинцово. Для нас, конечно, важно просто участие, именно чтобы участвовали жители. Но в рамках данной программы у нас есть такой конкурс по всем муниципалитетам. Тот, кто больше соберет мусор, они побеждают. Но в связи с тем, что, как мне кажется, наш Одинцовский городский округ достаточно чистый, и в связи с тем, что постоянно приходят, проходят различные субботники, я думаю, что в рамках количества мусора мы, конечно же, не займем лидирующую позицию. 30-ти градусная жара не остановила участников акции. Пробежали от администрации по городу и по Душкинскому лесу. Не остались в стороне и активисты общественной организации «Супер мамочки Одинцова». Вопреки ожиданиям, в лесу обнаружили немало мусора. Бежалось отлично, но огорчает, что в лесу очень много мусора. Мы там нашли и шины, и мусор в пакетах, который, видимо, кто-то собирал, но не донес. Очень много детских памперсов, одежды, вещей, одеяла. Такое ощущение, что там просто кто-то жил в этом лесу. На финише весь мусор сортируют. Важно не только очистить лес, но и показать пример раздельного сбора отходов. Результат экологических пробежек уже заметен. Наш подушкинский лес не в очень хорошем состоянии. Но, знаете, по сравнению с прошлым годом, мы также делали такие забеги совместно с молодежью. И я хочу сказать, что ситуация намного лучше. По итогам экологического забега его участники получили благодарственные письма от главы муниципалитета Андрея Иванова. Кроме того, их пригласили поучаствовать в масштабном эко-фестивале «Дубоцвет», который пройдет в конце мая в Каринском. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».